Всем привет! Это рубрика «Как я это нафрилансил». Обзор реальных проектов от реальных заказчиков с реальным дизайнером. Посмотрим процесс создания сайта производителя детских смарт-часов. Полный процесс, все этапы. Какое было ТЗ, как я делал дизайн главной страницы, какие были итерации с чистого листа и до финальной версии. Что я написал заказчику, как мы с ним общались, какие были правки, внутренние страницы, адаптивы, в общем все-все-все, все этапы. Давайте смотреть. Вот макет. Детально мы его сейчас рассматривать не будем, все равно мы посмотрим потом подробно и главную, и все внутренние, и адаптивы. Все мы вот это рассмотрим, но давайте с самого начала по порядку. Началось, весь процесс начался 4 декабря, а переписка, по-моему, еще раньше. Посмотрим всю переписку, потому что там есть действительно на что посмотреть. Я там и психовал, и голосом не хотел общаться. В общем, вел себя, если не сказать неадекватно, то как минимум непрофессионально. Я думаю, это как минимум любопытно, посмотреть на реальную ситуацию на фриланте, когда нервный дизайнер, которого все довели, попытался сорваться на заказчике. Но спойлер, тот все парировал, и военные действия не особо-то удались. Но тем не менее, когда вам показывают идеальные ситуации, хороший заказчик, молодец дизайнер, все с первого раза, вот тебе плата, вот тебе отзыв, ну за таким наблюдать как минимум скучно. В данном случае я ничего вырезать не буду, покажу, как я там нагрубил, потом пытался извиниться. В общем, реальная история из реальной жизни. Имя заказчика я скрыл, а фотография не скрывается, но ничего страшного, маленькая и незаметная. Вы же ее не замечаете, да? Началось все 18 октября, но дизайном я начал заниматься 4 декабря, через полтора месяца. Заказчик полтора месяца переделывал ТЗ. Но сейчас обо всем по порядку. Всю переписку я, конечно же, вслух зачитывать не буду. Если кому будет интересно, вы просто нажмете на паузу и почитаете, как мы общались, но что-то ключевое, какие-то моменты я все-таки озвучу. В общем, он посмотрел мой сайт и понял, что нужно ТЗ и пошел делать ТЗ. Сам заполнил бриф и сам сделал прототип в Акшуре. Я попросил у него ссылку, чтобы посмотреть в браузере, потому что Акшура у меня нету. Вот он залил на хостинг, но, к сожалению, видите, не работает. Я не знал, что я все это дело потом буду записывать, поэтому не сохранил. Ну и сейчас все это дело уже недоступно, больше не доступен для скачивания. Поэтому показать вам не могу. Первый прототип его, но там была суть в том, что там была куча лендингов. Скорее всего, туча лендингов с каталогом. Такие сайты несколько лет назад, даже, наверное, уже не несколько, а лет пять назад как-то опробовали делать, когда и главная лендинга, и вторая страница лендинга, и третья, четвертая, пятая, все это лендинги. Но в итоге от них сейчас отказались, а вот ему даже где-то показал пример сайта по дверям. Вот, мне очень нравится этот сайт. Смотрите, главная страница раз, два, три, четыре, футер. Все, четыре блока, и пошел футер. Что у нас в каталоге? Каталог дверей. Видите, как классно, нет ничего лишнего. Мы смотрим сразу на дверь, причем они крупненькие, понятные, все, все заметно, и не надо ничего лишнего городить. Вот тут в каталоге не нужны никакие отзывы, никакие преимущества компании. Все это лишнее, оно только утомляет, мешает, и это главное, отвлекает от контента. Вот это я пытался ему донести, например, контакты. Карта, футер. Все, нет никаких преимуществ о компании, как мы работаем. А что у нас было там? Там у нас, к сожалению, скриншоты тоже не откроются. Наверное, время уже прошло. Да, недоступно. В общем, там каждая страница была лендингом, и важно понимать, что для меня, как дизайнера, это же аппетитнейший проект. Куча работы, куча бабла, баблища, считай, на голову свалилась. Такой это проект, а ты отказываешься, дуралей. Не хочется работать просто ради денег. Представьте, заказчик кучу бабла вбухает в дизайн, потом еще неведомо сколько в верстку, а работать это все будет плохо. И он расстроится. А так ты заработаешь чуть меньше, но зато у заказчика все будет прекрасно, и он будет довольный, сайт будет работать, он тебя будет рекомендовать, к тебе вернется с новыми проектами, засарафанишь радио. Вот что самое главное на фриланте. Сарафанить радио, а не работать просто ради денег. Я в итоге его отговорил от этой идеи, и он ушел переделывать ТЗ. Ок. И вот он до 26 ноября. А, это я ему написал. Будем ли мы что-то делать? Да, он сейчас немного пытается изменить прототип. Дальше мы обсуждали оплату. Я не очень хотел брать Payoneer, потому что все-таки это серые схемы, но вот у него получилось отправить, мне кажется, на Яндекс. Да, Яндекс.Деньги. Потом... А, ну вот, собственно, и сам прототип, который в финале у нас получился у него. Это все мы подробно еще в фигме посмотрим. Дизайном я начал заниматься 4 декабря, а послезавтра, через 2 дня, я у него спрашивал, есть ли логотип в Векторе. Через 2 дня. Как вы знаете, лучше позже, чем потом. Это на самом деле так. Так, вот он еще накидал всяких разных фотографий вот такого плана, с водичкой на белом фоне, вырезанные, невырезанные, цветастые. В общем, куча архивов. Там очень много всего. Логотип он вообще прислал, по-моему, только 9-го, а 10-го я ему уже макеты отдал. Ну, логотип мне нужен был только ради стрелочки, но, как вы понимаете, тут 6 точек поставить, поэтому эту стрелочку, конечно же, я отрисовал, наверное, через 2 минуты после того, как спросил, есть ли у него логотип. И вот это еще очень важно. Я всем заказчикам расписываю подробно, когда же они получат от меня первую версию дизайна. Им так удобно, они понимают, что во вторник я им пришлю макет, и мне так удобно. Меня не будут дергать ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. Все эти ваши как дела, а будет ли дизайн, а нужна ли помощь, ну что, пришлешь? Они раздражаются, они подбешивают. Вроде человек как бы беспокоится, но ты ему напиши во вторник, все, до вторника он тебя не будет дергать. Ему хорошо и тебе спокойно. У меня про это есть отдельное видео, если не забуду, оставлю подсказку, можете посмотреть, всем советую. Ну и вот 10 числа я ему отправил немного текста и скриншотов, там же ссылка на макет, файлик с описанием дизайна, то есть я сделал дизайн, и подробно каждый блок расписал, почему я сделал именно так. Это мы почитаем во втором видео, и дальнейшую переписку тоже во втором видео, или в третьем, посмотрим, как пойдет. Сейчас глянем бриф, чтобы вы понимали, что нужно было, какие были пожелания по внешнему виду. Тут у нас стандартная инфа, какие нужны страницы и что нужен адаптив. Дальше цветва, гамма красно-синий-белый. Вот у него, видите, красная часть в логотипе есть, поэтому красный. Синий это ссылки, кнопки, белый фон и черный. Вот четыре цвета, черно-белое, красно-синий. Но в итоге от синего цвета я практически сразу же отказался. Ну логотип-то у него черно-красный. Вот этих трех цветов хватит для того, чтобы сделать классный фирменный стиль и сайт в этом фирменном стиле. Но это мы еще подробно разберем. В общем, синий цвет он хотел, но в итоге сделал без него, и ему все понравилось. Ну и вот два сайта нравятся, два сайта не нравятся. Это вот такие. Вот этот нравится ему, первый экран. Сразу понятно, о чем речь. Этот дизайн тоже делал я. Копирайт мой вырезали, предатели. Ну ладно, ничего страшного. И еще ему нравится что-то в этом сайте. Контрасты и акценты. Вот тут ему нравятся контрасты и акценты. А по моему мнению, тут, по-моему, какой-то винегрет. Ну, заказчику нравится. Ну, все-таки это не призыв к действию, это просто пожелание. Вот это конкурент слишком бледный и простой. Это вот этот бледный. Вроде бы речь про часы, да, а тут какие-то мыльные пузыри. Какая-то клининговая компания, еще вот такой вот голубенький. Вот реально клининг какой-то. Еще вот это вот все на фоне, знаете. Тут реально клининговая компания, которая оттерла часы до блеска. Еще и пузыри эти лопаются, когда наводишь, они еще и лопаются. В общем, клининговая компания самая настоящая. Вот у меня такие ассоциации. И вот этот сайт. Наш конкурент. Сайт выглядит дорого, но слишком наляпистый. Нет акцента на нужных вещах, поэтому глаза разбегаются. Ну, в этом, конечно же, он прав. А еще тут какие-то сперматозоиды с детскими часами. Как это вообще связано с сперматозоиды и детские часы? Ну, и вот про наляпистого, конечно же, он прав. Как это работает? А тут какая-то сложная схема. Как-то отсюда, вроде сюда, потом... В общем, сложно разобраться, как тут что работает. Вон ребенок даже не доумевает и понять не может, как и что. Выглядит дорого, но наляпистым. Вот заказчику такое не нравится. Но, опять же, это конкурент, поэтому нужно было что-то кардинально другое. Ну, вот, вроде бы все обсудили. Бриф показал, чатик показал. Идем в фигму и будем смотреть, как я там что делал. Началось все, как обычно, с чистого листа. Я создал файлик. Поставил его, так, координаты тут не посмотреть. Ну, в общем, я обычно ставлю в 0.0. Ширина 1920, высота где-то 5-6-7 тысяч. И рядом просто ставлю скриншоты прототипа. Сделал скриншот первого блока, сделал скриншот второго блока, третьего блока, четвертого блока. Сохранил тут себе ссылку на прототип. Вот видите, просто чтобы у меня всегда была в макете, ссылка на прототип, чтобы мне не надо было лазить в чатике. Потому что каждое новое сообщение в скайпе, оно будет все выше и выше и выше поднимать эту ссылку, и в итоге потом ее очень долго искать. А когда она у тебя в макете в фигме, то это очень удобно, всем советую. Ну и вот первый день, 4 декабря, я просто все собрал. То есть я себе завел файлик, назвал проект, обозвал его, и вот он у меня тут во вкладках висит перед глазами, вам не видно, но тут вот сверху у меня в вкладке все открытые проекты, поэтому вот этот проект у меня маячит. Я понимаю, что им мне надо заниматься, то есть про него я случайно не забуду. Тоже всем советую таким образом заводить проекты, потому что все эти записочки на бумажке, все эти менеджеры проекта, все это ерунда, это все не работает. Я уже перепробовал миллион разных вариантов. Вот самый классный вариант, когда ты заводишь проект, и все, он у тебя висит в фигме. Ты работаешь в соседнем файлике, но у тебя сверху есть вкладки, и ты всегда про этот проект помнишь. Ну и во-вторых, не нужно его как-то запускать, он у тебя всегда открыт, просто вкладку соседнюю нажал, вот давайте вот нажму что-нибудь, что у меня тут есть. Есть вот такой проект, есть вот такой проект, такой, такой. Вот видите, как удобно между проектами. Просто нажимаешь, и все всегда под рукой. Все, это у меня первый день, это у меня всегда так стабильно. Вот я первый день потратил 5 минут, завел проект, и все, и я ухожу до завтра. У меня практически всегда так. Так, ну видимо я ушел не только на завтра, но и на послезавтра, и аж до 7-го числа меня тут не было. 7-го числа я зачем-то скачал себе кнопочки. У меня этот файлик появляется всегда, не файлик, а фрейм, кнопками. У меня тоже про это есть отдельное видео, оставлю ссылку. Если интересно, можете посмотреть, как я пришел к тому, что вот этого для верстальчика достаточно показать ховер, нормал и актив. Это я скачал с другого соседнего проекта, мне кажется, просто потому что я проект закрывал, и чтобы потом не искать вот этот фрейм, я просто его скопировал сюда, а потом цвета подгоню. Ну вот так вот у меня прошли раз, два, три, четыре дня. И вот на пятый день я уже начал что-то делать. А что я начал делать? Собирать все элементы. То есть вот логотип ставил текст, набрал кнопочки какие-то, завел. Вот видите, все с картинки начал переносить. Это первый блок пошел, потом вот второй блок. Просто все копирую. Все вот как есть, так и набираю. Даже видите, предлоги я пока еще нигде не переношу. А, ну и наверное это я просто копирую из браузера, это же ссылка есть в браузере, да. Я просто Ctrl-C, Ctrl-V, все сюда и заложу. Сразу же понял, что это слишком гигантские карточки. Как минимум нужно три карточки делать, потому что две большие, они очень-очень много места занимают. Они целиком даже не помещаются. Поэтому от этого варианта я даже еще на этапе, если можно сказать, что это прототип, то вот на этапе прототипа я от этого отказался. Видео я вставил тоже из соседнего проекта. Опять же, видите, как удобно, когда у тебя есть какие-то соседние проекты. Ты уже сделал оформление видеоблока, взошел в соседний проект, скопировал сюда этот блок. Вот видите, Лука, это вообще другая компания. И просто раскопировал его и два раза уменьшил. Вот у тебя уже есть заготовка для того, чтобы тебе потом заниматься дизайном на этом блоке. Но тебе не надо заводить, создавать прямоугольник, создавать круг, второй, третий, заводить треугольник. У тебя уже все есть в соседнем проекте. Это тоже очень удобно. Опять же, почему в Figma классненько работать. Ну и все, завел футер. И судя по всему, нет, я еще что-то тут подделал. Давайте посмотрим, что я подделал. А может, у меня просто проект висел открытый, и он автоматически сохранялся, а я ничего не делал. Хотя нет, вот видите, я уже начал заводить дизайн домашнего питомца в первом блоке. Полез на Shutterstock и начал искать какие-то заготовки вот с такими часами. Про них же вроде речь, да? И начал сюда сохранять, чтобы потом чуть-чуть просто взять номер картинки и пойти за покупками. Все лишнее я отключил. Вроде бы, да? Не удалил уже, нет. Просто отключил вот эти блоки, чтобы они не мешали. Ну и начал создавать хедер. Тут же этого всего еще не было. Хотя нет, что это уже было. Начал с первого блока. Просто закинул сюда фотку, и видите, я ушел до 9-го числа. Если 8-го числа тут было 3 карточки, да? Где эти карточки? Вот, 3 карточки, то 9-го числа я уже попробовал сделать вот такой вот чистый клевый дизайн, когда у нас карточки. Это все, наверное, пошло из того сайта про двери. Помните, когда там были крупные двери, мне понравилась такая идея с большими карточками, и чтобы они были на всю ширину. Вот я попробовал такого плана карточки сделать. Ну и в первом блоке ничего не поменялось, только вот этот блок. Что было потом? А, еще важный момент. Ну, не знаю, для меня важный, для вас может не очень. Блок, который я сделал раньше, вот этот, да? Я для него уже прикрутил дизайн. Вот, видите? Дизайн-то уже вот какой. То есть тут это повторяющаяся картинка с водичкой, а потом это уже полноценный блок. Но я его не удалял, я его просто снес сюда целиком. Это же, видите, да, это отдельные мастера, а это уже вторая порция мастеров. Поэтому я не удалял, я пока просто убрал и посмотреть, какой вариант круче. А потом, который мне понравится больше, с тем и буду работать. Чего потом было? Что было дальше? Вроде пока ничего особо интересного нет. А вот тут уже много всякого разного. Завел вот такой черный прямоугольник. Мне в последнее время нравится делать блоки не до конца. То есть не вот от края до края, а оставлять какие-то вот такие белые полоски. Мне кажется, я это делаю не в каждом проекте. Даже, наверное, не в каждом втором. Но вот в каждом третьем я стараюсь что-то такое реализовать. Причем, если не во всех блоках, то хотя бы через один. Например, футер у меня от края до края. А вот здесь, видите, есть такая полоска, потому что эти полоски потом будут пересекаться между карточек. Вот, кстати, видите, я отказался уже все-таки от того варианта, который на всю ширину. Ну, в общем, вот эти полоски, они идут через весь сайт, поэтому они повторяются. А это хорошо, когда есть какое-то повторение. Потому что когда у тебя тут дизайн в одном стиле, например, карточка в плотную карточку, тут у тебя есть отступ, тут у тебя потом в два раза больше отступ, чем вот здесь, тут у тебя от края до края. В общем, когда у тебя винегрет из всяких разных стилей, ничего не повторяется, это не очень хорошо. Классная аргументация, да? Не очень хорошо. У меня черный пояс по аргументациям. Так, давайте посмотрим, чего было дальше. Вот этот блок, он уже получился практически готовым. Смотрите, я перенес сюда текст, и сразу же отказался вот от этого заголовка. Видите, я просто написал «Кстати». Почему этот заголовок плохой? Во-первых, тут есть запятая. Запятая в заголовке – это плохой заголовок. За запятую цепляется взгляд, ты спотыкаешься, и из-за вот этого спотыкания еще вот этот предлог в конце, его всегда, конечно же, лучше переносить в начало. А знаете ли вы, что мы заключили контракт и по нашему требованию, а также все оригинальные часы, кстати, каждое устройство. То есть, понимаете, вот этот предлог хорошо ставить в начале. Причем не так, что четыре раза что? Что мы заключили, что по нашему требованию, что все оригинальные часы, что каждое устройство – нет. Можно менять предлоги. Что мы заключили, и по нашему требованию, кстати, все оригинальные часы, а еще каждое устройство. То есть, вот этот предлог надо ставить здесь и менять его. Вот это намного приукрасит текст. Вроде бы как дизайнеры не особо-то должны следить за текстами, но с другой стороны, это полезный навык. Тем более, когда заказчик сам пишет тексты, а ты тут что-то немножко решил подтюнить, ты ему советуешь, и вот заказчик видит, что дизайнер уже не по барабану, вот он уже вник в проект, тексты вычитал, что-то посоветовал. Молодец, дизайнер. Так вот, я отказался от этого длинного заголовка с запятой, чтобы, во-первых, взгляд не цеплялся, а во-вторых, этот блок идет уже снизу. То есть, у нас прошел контент, 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 а потом, кстати, мы заключили контракт. Во-вторых, фотка побольше для параллакса. Я люблю ставить параллаксы, поэтому я для верстальчика делаю какой-то отступ, чтобы он мог эту фотку потом еще сделать в виде параллакса. Так вот, я стараюсь в последнее время не использовать иконки. Иконки ставлю только в каких-то блоках с преимуществом. А если речь про какие-то, ну вот, например, иконки социальных сетей, понятно, что, хотя я даже у себя на сайте так и написал. Твиттер, Фейсбук словами. Так, чтобы далеко не ходить, давайте откроем какую-нибудь мою страничку у меня на сайте. Вот, Ютубчик, Скайп, Телеграм, Твиттер, Веблантер. Понимаете, о чем? А вот иконка появляется по ховеру. В общем, я стараюсь вот от таких вот иконок уже отходить, потому что это уже как-то не модненько. Тут иконку оставил, ну, чтобы было понятно, что это цена, а это время. В общем, чем меньше иконок нынче, тем лучше. Клепите их аккуратно. Тут я просто написал контракт, проверка, гарантия, защита. И так понятно, если бы я сюда поставил щит, а сюда поставил какой-нибудь свиток с печатью, проверка, не знаю, зум какой-нибудь, вупу, контракт, тоже какой-то документ, но это были бы иконки, это уже как-то не современно. В плане закруглений. Заказчик писал, что ему нравятся небольшие закругления, но я все-таки считаю, что небольшие это где-нибудь 4 пикселя, а вот 10 пикселей это уже большие, а тут, по-моему, вообще 20. Все-таки речь у нас про детские часы, то есть детская тематика, поэтому я скругление сделал чуть больше, чем он хотел. Ну и вот видите, здесь скругление, а тут они, кстати, отличаются, тут у меня меньше, чем здесь. Наверное, потом я это подтюню, а может и не подтюню, накосячу. Вот видите, тут скругление одинаковое, а здесь скругление побольше. Нехорошо. Ну, возможно, это еще все в процессе. В общем, вот этот блок уже готов. Хоть что-то радует, потому что это уже 9 число, то есть мне за сегодня нужно сделать страницу, чтобы завтра, 10 числа, утром посмотреть, может быть, свежим взглядом взглянуть и что-то поменять быстренько и написать документ до обеда, в обед все это дело отправить. То есть, по сути, мне за сегодня нужно сделать максимум, всю страничку. Ну вот пока готов только первый блок. Едем дальше. Дальше уже практически готов футер. Я его сделал темным. Все-таки черный логотип, черный футер. Снизу еще поставил стрелочку, полосочку, которая вот повторяет еще ширину стрелочки. То есть, вот есть такая полоска, которая сочетается со стрелкой. Тут, видите, кнопка закрашена, тут пока не закрашена. Наверное, я как-то приду еще потом. А вот, видите, у меня до сих пор еще синий цвет. Я говорю, что я практически сразу отказался. Тут, например, синего цвета нету, а тут еще синий пока есть. Но я потом его тоже выпилю. Судя по всему, вот этот блок уже готов. Так, чуть-чуть отскроллим. Да, вот видите, было так. Я взял заготовку с соседнего проекта, а потом ее поменял. То есть, видите, уже ничего, кроме прямоугольника, не осталось. Я эту кнопку перенес вниз. Тут вот синий цвет есть, но в итоге его потом не будет. Да, видите, уже синего цвета тут тоже нет. Ну и вот, по моим ощущениям, вот это уже более-менее готово для того, чтобы как-то эту нижнюю часть потом финализировать, писать документы, отправлять заказчику. Тут вот сверху появился новый блок. Вот этот. Сейчас я гляну, что тут с карточками случилось. Ну, пока вроде бы ничего. Да, вроде ничего пока с карточками не случилось, зато появилась рука. Я, недолго думая, взял руку из прототипа. Ну вот такой вот я лентяй. Да, видите, вот эта рука. Она там была вырезана, я ее просто скопировал и вставил. Возможно, вы обратили внимание, что я не делаю сверху вниз. Первый блок, второй блок, третий блок, четвертый блок, и так до футера. Макет готов. Нет, я как-то стараюсь в разнобой. В данном случае я сделал первый блок. Ну, как сделал. Начал делать и бросил на полпути. Перепрыгнул пару блоков, сделал текстовый блок, потом чуть-чуть видео, потом сделал футер, доделал видео, поднялся выше, сделал галерею, и вот так вот я прыгаю туда-сюда. Мне так комфортнее, интереснее и веселее. Потому что, когда ты делаешь одно и то же, постоянно сверху вниз вот так вот делаешь, это угнетает. А я стараюсь настроить свою работу так, чтобы мне было комфортно, веселее, и меня это не угнетало. И вот такой вариант винегрета, прыгать от блока к блоку, это один из способов сделать свою работу чуть веселее, чем обычно. Всем советую попробовать. Мне, например, очень нравится. А, у меня там уже какая-то движуха в первом блоке, да? Судя по всему, уже готов хедер, да? Видите, хедер был без полоски, а потом вот я все так вот расставил по уголкам. Отделил вот эту часть, и предложил заказчику потом сделать вот эту часть фиксированной. То есть вот это у нас прячется, а потом появляется вот эта. Навигация очень удобно, когда сверху у тебя есть навигация на длинных лендингах или на каких-то многостраничных сайтах. Ну вот я тоже смотрю, что здесь у меня отступ больше, чем вот здесь, но учитывая, что тут еще немного съест боковой скроу в браузере, то, в принципе, оно совпадет. Но это я, наверное, сейчас себя оправдываю в ваших глазах. А может и нет. Вот, потом я решил сделать что-то вот такое совершенно глобальное. Это, видите, мне уже 10-го числа нужно посылать макет, 10-го числа. А 9-го он еще готов, только, можно сказать, наполовину. То есть нижняя часть готова, и тут тут еще синий цвет. Я от него отказался, а мне еще нужно 1, 2, 3. Три блока сделать, а уже 10-е число. Решил сделать что-то совсем глобальное. Вот тут 9-го он прислал логотип. Наверное, я логотип увеличил, попробовал сделать его большим, и мне это не понравилось. В итоге я сделал как? Вставил картинку с детской площадкой, потому что у нас речь про детей. Детская площадка – это первое, что приходит на ум, когда речь про детей. И ребенка вырезал, не вырезал, а из другой, ну да, вырезал. Фона же нету, значит вырезал. С другой картинки, чтобы можно было опять же сделать параллакс. Люблю параллаксы и всем заказчикам советую. Тут у меня вроде бы ничего нового не появилось по бокам. Так, что у нас с заголовком? В общем, я совсем решил сделать жирный текст. Вот это Montserrat Bolt, всем известный. А вот это Montserrat Black, который визуально мало кто видел. В этом месте прикол. Недавно в чатике спросили, что за шрифт. Говорю, Montserrat Black. Не узнал. Так вот, когда ты делаешь Montserrat Black, никто не узнает. В этом весь прикол. Ну а самое интересное, что он под детскую математику очень подходит. Он такой игривистый, детский, широкий, радужный. В общем, класс. Мне очень нравится. Ну и вот смотрите, как здесь выглядит. Да, как-то скромненько. По-банковски что ли. А вот тут класс, то, что нужно. Ну и смотрите, какой я сделал второй экран. Заказчик хотел менять картинки целиком. Одну картинку, новый слайд. Вторая картинка. А я ему предложил в итоге сделать совершенно клевую идею. Поставить часы и просто менять экраны. Если речь про видеозвонок, то мы тут показываем экран видеозвонка. Если речь про что-то другое, то мы потом показываем вот это все. Я этот проект добавил себе в портфолио. И уже неделю назад все заанимировал. Показал все анимашки на главной странице. Как там, что крутится, вертится. И вот этот блок очень клево получился. Часы на месте, а экранчики вращаются. И все еще под пианинку. В общем, балдеж. Подписчики на Патреоне уже неделю назад посмотрели. А когда опубликую общий доступ, пока не решила. Возможно, после вот этого видео, которое сейчас записываю, а возможно, перед ним. В общем, где-то здесь на канале будет рядышком. Опять же, вот синий цвет еще есть. И тут синий цвет. Но в какой-то момент все-таки от синего цвета я откажусь кардинально. Ну и вот, судя по всему, все. Десятое число. Мне уже посылать надо. У меня еще вот иконок нету. Ну что с иконками. Вот я стрелочку вставил, чтобы подчеркнуть логотип. Заказчику очень понравилась эта идея. В итоге у него появился... А вот я еще в футер добавил эту стрелочку. Да. Ему очень понравилось. Так появляется какой-то свой фирменный стиль, который можно еще в какой-то раздатке, ну в смысле в полиграфии использовать. А не только где-то на сайте. А вот, кстати, и логотип, который он вчера прислал. Я еще помню, что я уменьшал заголовки. Управление часами с бесплатного приложения. Управление... Да, видите, часами я убрал. Потому что слишком много. Представить, тут еще будет часами. То есть это где-то досюда получается вот такой конский заголовок. Так, тут у нас возможности-возможности. Где-то я еще что-то редактировал. А, вот, кстати. Так, про этот заголовок я уже рассказал. А видео я убрал заголовок вообще, потому что и так понятно, что это видео. Так, ладно, едем дальше. Тут я вставил иконки. Ну вот, видите, про иконки. Вот когда ты их добавляешь, ты понимаешь, насколько у тебя дизайн резко становится чуть менее современнее, чем он был 5 минут назад. Иконки, ну это иконки. Иногда, конечно же, без них не обойтись. Но с другой стороны, ну, иконки. Круто вот, когда у тебя текстом. Вроде бы просто, но зато как-то современно, что ли. Вот тут я еще заметил, появилась такая карточка в какой-то момент. Да, вот видите, часы. Тут, по идее, должна была быть кнопка перейти в каталог. Да, вот видите, в каталог. Но в итоге я сделал перейти в каталог вместо вот такой вот карточки. Опять же, поставил логотип. Более 50 возможностей. Более 50, с одной стороны, это круто подчеркивает, часов-то меньше моделей, чем 50. Но когда такая фраза стоит в каталоге, есть ощущение, что речь про часы. С одной стороны, мы как бы правду говорим, да, потому что 50 возможностей, речь-то про возможности. А с другой стороны, мы как бы немножко так обманули. Хорошо, мы обманули посетителей. Я не думаю, что у нас там 50 моделей, а на самом деле речь про возможности в каждых смарт-часах. Ну вот видите, новинка тоже без всяких там вот этих прямоугольников, флажков, просто текстом, аккуратно и понятно. Вот, кстати, по-моему, вот в этот момент я понял, что синий цвет... Фу, 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 фу. Да, видите, синий цвет. Мне что-то вообще не понравилось, как это выглядит. Вот я поставил красный цвет, еще пока что кружки красные, синие, но в итоге они тоже у меня станут красными. Да, синего цвета уже и тут кнопочки я сделал такие. Опять же, я добавил... Видите, тут нет облотки. Вот эти полоски есть, полоски есть, полоски есть. Тут полоски, тут полоски. А у кнопок полосок нет. А вот когда на кнопках появляются полоски, то вот в итоге эти кнопки еще заиграли. Плюс они стали более детскими, что ли. Ну, то есть по тематике больше подходит. Тут я убрал фон. Вот, видите, тут был серенький фон. И оно смотрелось хорошо. Пошел белый блок, вот белый блок, потом серый фон отделил белый и отделил белый. В итоге у нас два белых отделены светлым. И это хорошо смотрится. Но я решил все-таки попробовать сделать вот так, какую-то черную полоску поставить, чтобы рука откуда-то торчала, а не висела в воздухе. Но забегая вперед, забегу вот в 11 число. В итоге потом у нас... Где 11 число? Другое 11 число. Ладно, давайте забежим в 13 число. Да, видите, появились новые иконки. Это уже правки прилетели. И все-таки я решил, что нужно все-таки серый фон, потому что с белым фоном. Заказчик, по-моему, принял. Про белый фон он, по-моему, ничего не писал. Но я уже сам понял, что это как-то... Забегать вперед не будем. Посмотрим все в следующей серии. Что я написал заказчику, как я объяснил ему свой дизайн, какие были правки, как я делал внутренние адаптивы, как мы с ним общались, и вот это вот все. Поэтому не переключайтесь. Колокольчик там, все дела. Ну, вы знаете, молодцы. Скоро увидимся, услышимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok